Самый короткий день сменился самой холодной ночью этой недели. С четверга на пятницу в некоторых районах области столбик термометра показал минус 50 градусов. В Омске было немного теплее, если так можно говорить про минус 35 градусов. Как горожане перенесли визит арктического циклона, расскажет Дмитрий Куканус. После минус 32 этой ночью на рассвете мороз только стал крепче. По данным Опертышского управления гидрометеорологии, температура опустилась до минус 35. Последний рабочий день на этой неделе с самого утра для мячей стал настоящим испытанием. Проверять себя на морозостойкость многим приходилось на остановках общественного транспорта. Хоть в мэрии и отчитались, что схода в технике почти не было, транспорт подождать все-таки пришлось. 14 лет уже, дужного нет. Давно стоите? Вместо 15. На северном в Амур ехать. Вообще они редко ходят. Это второй АТП основным ездят сюда. Вообще мало их. Подолго приходится стоять. Минут 20 иногда бывает. Особенно троллейбус «семерку». Как удлинили маршрут, сделали до солнечного. А троллейбуса не добавили. Ой, знаете, я долго не стою. Я сразу на маршрутку и еду. Или на перекладных, или как-то вот так вот. Но даже если удается дождаться автобуса в пустых и холодных салонах, немногим комфортнее, чем на улице. Печки не справляются, где-то их вообще нет. Понятно, почему горожане чаще выбирают маршрутки. Отчаявшиеся или особенно отчаянные амичи передвигаются по городу самостоятельно, продолжая велосипедный сезон. Пешеходы тоже не теряют оптимизма, обмениваясь зимними селфи в социальных сетях. Суровый морозный мейкап сибирячек делает еще краше. Без крупных аварий обошлось в коммунальной отрасли. Кроме прорыва в Амурском поселке, когда без воды осталось три административных здания, в том числе и общежития, были отмечены кратковременные отключения тепла в нескольких районах города. Должным образом на похолодание отреагировали в детском эколого-биологическом центре. Постояльцам зоопарка скорректировали рацион питания, а особенно теплолюбивых перевели в отапливаемые вольеры. У нас это лама обычно заходит на сильные морозы. У него голый живот, голые ноги с внутренней стороны. Короткие прогулки остаются, но завтра уже потеплеет, поэтому все вернутся на свои места. Прогноз на предстоящие выходные действительно порадует Амичей. Арктический циклон сдует атлантический воздушный поток, и температура начнет постепенно повышаться. На ближайшие дни, там 27-го, 28-го, до 29-го, мы видим на картах, еще и можем спрогнозировать в эти дни температуру, преобладающий фон 15-20, и днем даже может быть до 15 градусов. Дмитрий Куканас, Константин Демиденко. Новости здесь, Омск.